Забота о младенце – нетрадиционный подход. Маленький ребенок, появившийся на свет, переживает самый сложный период – период новорожденности. После сильнейшего эмоционального и физического стресса, полученного во время родов, он попадает в совершенно иные для себя условия. На данный момент его главная задача – как можно быстрее пройти процесс адаптации и успешно приспособиться к окружающей среде. Ваша задача, как мамочке, помогать своему младенцу в этом деле. Именно помогать, обеспечивая все потребности новорожденного. Не стоит думать, что ребенок – это абсолютно беспомощное существо, которое нуждается в ежеминутной опеке. Такое предположение не совсем верное. Но, в отличие от многих животных, способных в течение первых нескольких часов после рождения самостоятельно есть, передвигаться. Новорожденный ребенок является одним из самых беспомощных живых существ на Земле. Да, защитные механизмы имеются, но вот большинство потребностей новорожденного удовлетворяются лишь за счет взрослого человека – мамы. В первый месяц младенец должен подружиться с бактериями, поэтому в его крови увеличено число лейкоцитов, которые уничтожают вредоносные микроорганизмы. Когда малыш немного подрос, эта задача уже переходит на родителей. Ознакомьтесь с нашим курсом «Здоровый малыш и GT, и GT, и GT». У малыша повышенная частота пульса и дыхания, может колебаться температура. Тело, повышенное количество эритроцитов и повышен гемоглобин, что способствует интенсивному насыщению кислородом, ярко выражены. Все основные безусловные рефлексы, наблюдается быстрый прирост мышечной массы и так далее о том, как развивается малыш в первый год жизни. Читайте в статье «Развитие ребенка по месяцам до года и GT, и GT, и GT», можно подумать, что новорожденный младенец может самостоятельно расти и развиваться, получая лишь питание и минимальный уход от родителей. Это не так. Потребность в безопасности, ласке, внимании, общении присутствует у ребенка с первых дней жизни. Будучи лишенным этого ребенок испытывает большой стресс и это отражается на его поведении, он дольше сосет грудь, с трудом засыпает. Плачет при попытке спустить его с рук, очень чутко спит. Если вы замечаете за своим младенцем такое поведение, значит вам нужно научиться мягкому уходу за ним. Уходу, который снижает уровень стресса у ребенка и превращает его в спокойного, улыбчивого и довольного жизнью малыша. Подробную пошаговую систему обучения такому уходу смотрите в видеокурсе «Счастливое материнство и GT, и GT, и GT», «Современные условия». Окружающие среды тоже не позволяют младенцу расслабиться, создавая новые трудности, он дышит пыльным воздухом, его кожа становится Сухой и чувствительный, мы часто его кутаем, постоянно одеваем памперсы и ползунки, что может вызывать усиленное потение, появление Раздражение на коже, в проточной воде полно вредных микробов, детские косметические средства могут содержать аллергены. Поэтому в первый месяц жизни новорожденного необходимым условием для его здоровья и развития является ваша ежедневная родительская забота и уход. Важно делать это умело и осторожно, не вмешиваясь в естественные природные механизмы. Ежедневный уход за ребенком в период новорожденности. Итак, каждый день вам необходимо будет проделывать до 10 разных процедур. Для большего удобства, чтобы ничего не забыть и не перепутать, рекомендую в первый месяц разработать для себя определенный график. И постоянно придерживаться его. Утренние процедуры Первые гигиенические процедуры нужно делать утром после того, как кроха проснется. Начинать следует со смены памперса или пеленок. Умывание После первого кормления можно умыть лицо новорожденного. Это рекомендуется делать влажными ватными дисками, смоченными в теплой кипяченой воде. Сначала вы должны протереть глазки, используя Для каждого отдельный диск. Движение надо начинать от уголка глаза к переносице. Подробно о том, как и чем промывать глазки новорожденному ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ. После этого подобным образом протирайте остальные части лица, щеки, лоб, подбородок. Большое внимание следует уделить ушкам. Хорошо осмотрите кожу за ушной раковиной. Протерев ее влажным диском, при необходимости следует смазать эту область увлажняющим кремом или простерилизованным растительным маслом. Далее приступайте к чистке ушей. Ушные проходы у новорожденного очень короткие, поэтому вглубь не лезем. Удаляйте только серу, которая находится на входе в слуховой проход. Важная статья о том, как чистить уши новорожденным ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ. Такое же правило нужно соблюдать и при чистке носика. Если ребенок хорошо дышит, нет сухих корочек, мешающих дыханию, значит нос оставляем в покое. Не нужно без необходимости лезть в него ватными жгутиками, это очень неприятная для младенца процедура. Читайте актуальную статью, как почистить носик новорожденному. ИДЖИТИ, 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 ВНИМАНИЕ! Не старайтесь вычистить всю слизь. Так вы лишите новорожденного естественного защитного механизма, ведь слизь в носике препятствует попаданию через ноздри вредных микробов. Род новорожденного вообще не нуждается ни в каком гигиеническом уходе. Слизистая оболочка ротовой полости очень тонкая и нежная, ее легко можно повредить. Просто в первый месяц старайтесь, чтобы все предметы, которые попадают в рот ребенка, были простерилизованы или продезинфицированы. Обработка пупка. Одним из самых важных заданий для мамочки в первый месяц жизни новорожденного является обработка его пупочной ранки. Это очень ответственное дело, необходимо предотвратить развитие воспалительного процесса и способствовать ее быстрому заживлению. Здесь важно помнить, что нельзя отдирать образующиеся сухие корочки, их нужно размочить и убрать только те, которые сами отделятся. Также не рекомендуется смазывать ранку цветными дезинфицирующими растворами, которые не дадут вовремя разглядеть появляющиеся покраснения. Подобные средства вообще нельзя использовать чаще, чем два раза в день, поскольку это может вызвать ожог. Подробно о том, как ухаживать за пупком новорожденного, узнайте из статьи, как обрабатывать пупок новорожденного EGT, EGT, EGT. Текущий уход, гигиенический уход за ребенком один месяц необходимы в течение дня. Следите, чтобы новорожденный был всегда сухой. Смена памперса, нужно регулярно проверять состояние памперса и своевременно его менять. Поскольку моча и кал раздражающе действуют на кожу младенца, то после снятия грязной одежки, обязательно надо подмыть ребенка. Важно помнить, что подмывая ребенка, движение рукой надо совершать спереди-назад актуальная статья, как подмывать новорожденную девочку и мальчика. EGT, 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 не обязательно каждый раз обмывать половые органы новорожденного. Вы можете, если кожа вокруг чистая, обтереть малыша специальными гигиеническими салфетками, о том, какие салфетки лучше выбрать и, стоит ли ими пользоваться. Читайте в статье «Влажные салфетки для новорожденных EGT, EGT, EGT подмигивающее лицо», хорошо бы после снятия памперса. Устроить младенцу воздушные ванны, так и кожа будет дышать, и начнется первичное закаливание. Важно! Хочу обратить внимание, что не следует целый день держать малыша в памперсе. Одевайте его в ползунки или трусики, используйте марлевые подгузники. Обработка складок На протяжении дня вам необходимо внимательно осматривать кожу вокруг половых органов, заднего прохода и во всех складках. Она должна быть сухой и безраздраженной. Такая процедура послужит хорошей профилактикой появления опрелостей. В помощь вам будет важная статья «Опрелости у новорожденных EGT, 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 если вы обнаружите покраснение, следует обработать эти чувствительные места присыпкой или детским кремом, растительным маслом». Вам нужно использовать только какое-то одно средство. Вечерний уход Вечерний гигиенический уход заключается в подготовке новорожденного ко сну. Купание Главная процедура вечера – это купание. Обычно ее проводят перед последним кормлением. Купать малыша надо каждый день. В первый месяц рекомендуется использовать только кипяченую воду. Периодически в воду можно добавлять отвары лекарственных трав. Раз в неделю можно применять детские моющие средства. О том, какие травы можно применять для младенцев, узнайте из статьи травы для купания новорожденного EGT, 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 иногда. Если ребенок ведет себя слишком беспокойно или приболел, то купание можно пропустить. Вечерние процедуры – в первый месяц жизни новорожденного. Во время его купания вам нужно стараться удалять желтые корочки, которые прячутся под волосиками у ребенка. Статья по теме «Корочки на голове у грудничка EGT, 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 EGT». Также, сразу после купания, следует еще раз обработать пупочную ранку. В этот раз можно ограничиться только просушиванием ее и закапыванием дезинфицирующего раствора. И не забудьте раз в неделю обрезать ногти на ручках младенца. В завершение хочу кратко напомнить еще о таких ваших заданиях на день. Прогулки на свежем воздухе, гимнастика для малыша, проветривание и влажная уборка в комнате, стирка и проглаживание детской одежды. Маме бывает тяжело в первые дни с младенцем дома, малыш требует много ухода, с ним постоянно нужно проводить какие-либо процедуры. Да и домашнюю работу никто не отменял. О том, как провести этот период с минимальными потерями написано в статье «Как все успевать после родов кормящей маме». EGT, 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 первый месяц жизни новорожденного, очень сложный период и для малыша, и для вас. Ребеночек нуждается в вашей заботе и ежедневном уходе. Не следует бояться этой ответственности. Вы быстро привыкнете к своим обязанностям и сможете обеспечить своему младенцу комфортное «знакомство» с нашим миром. Главное, не нужно слишком стараться и стремиться к максимальной стерильности. Новорожденный должен приспособиться к окружающей среде, а не оказаться полностью огражденным от ее воздействия. Как держать ребенка столбиком.